В предыдущем выпуске патрульной службы мы подробно рассказывали об аварии у театра кукол. Шестеро пострадавших, один из которых спустя час скончался от полученных ран в больнице. Напомним, на пересечении проспектов Победа и Волоколамского столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. Киа, а по данным ГИБДД она ехала с превышением скорости, протаранила бок Volkswagen и машины въехали в группу пешеходов, ожидающих разрешающего сигнала светофора. Здравствуйте. Скажите, вы на какой сигнал светофора ехали? Зелёный. Зелёный был, да? У вас была скорость большая? Нет, не была большая скорость. Вы видели, что поворачивает Volkswagen? Видел, но не успел, реакция не сработала. Тормознительная скорость. Как что произошло? Вы куда-то что-то вильнули или как, или так прямо ехал? Нет, я ехал прямо по главной дороге, соблюдая скорость и направлялся в сторону Капашвара. А ещё в спортзал ездил, ехал. А сколько примерно вы ехали скорость, не помните? Примерно, может, 72-73. По факту дорожно-транспортного происшествия, специализированным следственным отделом следственного управления ОМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель Киева, 30-летний, житель Твери, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания ОМВД России по городу Твери на двое суток. Следствием установлено, что водитель Киева ранее судим по статье «Против жизни, здоровья и общественного порядка». Кроме того, Эмиль, так зовут водителя Киева, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Установлено, что данный гражданин ранее судимый за преступления против жизни и здоровья и общественного порядка. Также установлено, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации. В частности, в 2019 году зафиксировано 29 нарушений. В настоящее время рассматривается вопрос о назначении задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Пролетарский районный суд города Твери. Через несколько минут здесь будет решаться вопрос об избрании меры пресечения мужчине, подозреваемому в мошенничестве. Вышеукаженный гражданин обзванивал жителей Тверской области и жителей других регионов России и под предлогом получения денежных средств в долг совершал в отношении них мошеннические действия. Подозреваемого задержали с поличным в Раменском районе Московской области. Операцию проводили сотрудники управления уголовного розыска регионального ОМВД совместно с сотрудниками следственного управления ОМВД по городу Твери при поддержке главного управления уголовного розыска ОМВД России. Он обзванивал жителей Тверской области и сообщал им, что попал в сложную дорожную ситуацию. И для решения вопросов, в том числе и с потерпевшими, необходимо денежные средства, которые он просил в долг. Потерпевшие, не разобравшись о том, что с ними разговаривает не их знакомый, переводили ему денежные средства, которые он впоследствии обещал вернуть. Максимальная сумма ущерба у одного из потерпевших в районе 40 тысяч. По данным уголовного розыска, пока установлено 10 жертв этого человека. Мужчина ранее судим за аналогичное преступление. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Просим всех, кто пострадал от противоправных действий этого человека, обратиться в полицию по месту жительства. И еще раз обращаемся к вам, уважаемые жители региона. Мошенники не дремлют и только ждут вашей оплошности. Будьте бдительны. Особенно это касается звонков на ваш мобильник от неизвестных людей. Просто не переводить никуда денежные средства. Убедиться, что с вами разговаривает ваш действительно хороший знакомый, либо родственник. И если есть необходимость дать кому-то денежные средства в долг, лучше это сделать лично с оформлением определенных обязательств. Сейчас оперативники отрабатывают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.